Всем привет! Я вообще без понятия, как назвать это видео, чтобы вы поняли его суть чисто по названию. Это скорее снова видео-бомбеж, потому что меня раздражает одна часть художественного комьюнити, а именно та часть, которая хочет, чтобы вы своих персонажей подстраивали под них. Сегодня я не буду рассказывать о том, как это коснулось лично меня, потому что, может, я сделала вообще отдельное видео про это. Настолько сильно у меня полыхает. А сейчас я просто поделюсь наблюдением со всем этим беспределом и цирком. А еще тут пойдет речь про историю персонажей, их характера и тому подобное, потому что про дизайны я сделаю как-нибудь вообще отдельное видео. Но прежде чем мы начнем, скажу, что на фоне моей очистки коллаба с Перпин, которым мы сделали аж в том году, но не смогли сделать видео из-за меня. Не хочу, чтобы старания зря попали, так что вот вам сфитпейнт по покрасу, ну а мы начинаем. Я очень сильно бешусь, когда люди, которых вообще не спрашивали, начинают тебе рассказывать, как тебе стоит прописать своего же персонажа. И даже если они правы на 100%, я считаю, что по факту это не их дело. И тут как бы дело даже не в критике, а в несколько других вещах. Ну, например, клише. Ммм, твоего персонажа умер для родителей, это такое клише, так даже неинтересно. Или твой персонаж гей, таких персонажей полно, так сейчас все делают, сделай что-нибудь свое. Своё, блин, что мне сделать? Немного ориентацию придумать или что? О, я, конечно, сказал, что без своей истории, но кусочек вкину. У меня есть несколько персонажей бисексуалов. Они еще сами не определились точно за своими чувствами. И это они так считают, что они бисексуалы. А я-то точно знаю, кого они любят. Но мне заявили, что это тупо. Таких персов уже, типа, много, и это не оригинально. Спасибо, господин, иди отсюда, кто ты такой, чтобы говорить, что это черт поделение оригинально. Подойди к реальному человеку, гею, и скажи, что, чувак, иди уже займись нормальными вещами, найди себе девушку. Почему ты такой не оригинальный? Ну, ты же этого не сделаешь, почему вы так колупливаетесь до персонажей? Я не понимаю этого. И ладно, ориентация. Сейчас действительно таких персонажей как бы много, и некоторые пишут это лишь бы, чтобы написать, не думая о чувствах героя. Но когда говорят, что убийство семьи, это не оригинальный клише, но некоторые истории буквально держатся на смерти родителей ГГ, что, конечно, не всегда хорошо, это правда. Но есть куча примеров, где это было подано просто отлично. Мне лично сразу Атака Титанов вспомнилось, потому что там вначале это было триггером для сюжета, и все завертелось только благодаря этому повороту. Недавно люди дошли до того, что стали запрещать, и вот, заметьте, именно запрещать создавать персонажей с инцестом. Не поймите меня неправильно, у меня таких персонажей нет, я не очень такое люблю. Но когда видишь пост автора с его персонажами, где он может делать с ними что хочет, он же, блин, их придумал. А в комментарии ты заходишь, а там сидят люди и фукают, возмущаются, что ты шиперишь родственников. Я не знаю, как-то это просто реагировать. К счастью, у меня таких случаев не было, но я видела, как авторы просто закрывают комментарии, чистят их. Но, по-моему, это вообще никуда не выход, это просто отвратительно, когда ты сидишь, думаешь над персонажами, а приходит какой-то ноунейм и пишет тебе, что так делать неправильно. Ты так не должен делать. Давайте я сама как-нибудь разберусь, что мне делать с моими персонажами, спасибо большое. Ладно, если вы часто сидите в ВК и следите за арт-комьюнити, то, наверное, видели в ленте рекламы одного комикса. Естественно, я ничего не буду называть, я не хочу каких-либо проблем, поэтому просто кто знает, тот знает. Автор выбрал для рекламы не самые удачные кадры, на которых, как бы, парень пытался изнасиловать девушку. Неудачные, потому что чаще такое, естественно, отталкивает, и это и произошло. Автора так поливали грязи и желали ему такой же участи, и вообще никого не волновало, что сам комикс буквально про смерть, кишки, прочий мрак, а изнасиловать это вообще норма, по-моему. Конечно, контент такой не для всех, это так, но и желать автору подобной участи, ну, в общем, некоторые комментаторы прям совсем недалеко ушли, и, по-моему, это просто отвратительно, когда из-за каких-то нарисованных персонажей вы реально булите реального человека, это просто ужасно. Вот так буквально от моего бомбежа мы перешли к буллингу, я надеюсь, что среди людей, которые смотрят это видео, таких людей реально просто нет. Нет, лично я сталкивалась с тем, что мне говорили поменять персонажам историю тоже пару раз, и я больше всего, я, конечно, сталкивалась с тем, что кому-то там не нравились дизайны, но это, естественно, не тема этого ролика. Хочу лишь сказать, что мне повезло чуть больше в этом плане, потому что люди, которые подо меня подписаны куда более адекватно, они принимают мои идеи, они понимают, что еще ничего толком нету, еще все создается, еще в процессе, но я считаю, что если человек уже начал рисовать какой-то комикс, и вы пытаетесь ему сказать, нет-нет-нет, так делать не надо, то идите лучше, пожалуйста, куда-нибудь подальше от этого места, не читайте комиксы, если он вам так и не нравится, потому что авторы на 100% уже все, скорее всего, закончили у себя в голове, они создавали персонажей в первую очередь для себя, и такое писать, ну, это просто, как минимум, бескультурно, а на этом вроде как все, потому что я не хочу затягивать этот ролик, тема слишком сильно горящая, я могу хоть 15 минут об этом рассказывать, но, к сожалению, так никто не будет смотреть, поэтому там ставьте лайки, подписывайтесь, бла-бла-бла, вы все это знаете, спасибо вам большое за просмотр, и до следующего видео! Субтитры сделал DimaTorzok